Развит Договорюсь, ты утопил наш миг и поднялась стена На ней мы раньше рисовали свои имена Мы два героя черно-белых кинокартин По-прежнему одна, по-прежнему один Время уходит в сон, война между сторон Последний шаг, чтобы сердца забились в унисон Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятья Дай мне вновиде, чтобы все на миг связать Дай обещания, забьются сердца И то, что ты со мной будешь до конца Дай мне минуту, мне минуту на объятья Дай мне вновиде, чтобы все на миг связать Дай обещания, забьются сердца И то, что ты со мной будешь до конца Этой неприятной ситуации, Катя, можно было бы избежать Если бы вы выполнили свои прямые обязанности А не лезли в чужие семейные дела Вы... Вы меня уволите? Пожалуйста, не надо Пожалуйста, не надо Хорошо Но при одном условии Вы сумели завоевать доверие моей дочери Вот и сохраните его Чтобы что? У вас не очень много обязанностей по уходу за моим мужем Присматривайте за Викой Я вас правильно понимаю? Вы предлагаете мне за ней шпионить? Ой, ну не надо так категорично Я предлагаю вам просто Сохранять дружеские отношения И по возможности уберечь ее от глупости Я вам буду платить деньги И все будут довольны Даже не знаю, что вам на это сказать А что вы можете мне на это сказать? Вы прекрасно понимаете, что мной движет Исключительно материнская тревога И вы видите, какая у меня Вика Да, я вас, конечно, понимаю, но Значит, мы договорились? Отвали, придурок Так, понятно Что она принимала? Игорь, ты чего? Мы только пили Я смотрю, вы хорошо оторвались Да я вообще не знаю, что на нее нашло Она как с цепи сорвалась Вообще неадекват Я ее чуть в клубе не оставила Игорь, пристрели меня Мне бы твои проблемы Слушай, может она тоспится у меня Я ее вечером привезу Да не, не вариант Мне без нее велено не возвращаться Приказ королевы Предатель Игорь, ты придурок Позволите? Позволите? Виктор Иванович, ну что, это та самая женщина? Да Охрана ее опознала Какой ужас Никто не заслуживает такого конца Ольга Семен Вы ее раньше не видели? А почему вы спрашиваете? Потому что у Сени сложилось впечатление, что она вас знает Нам и показалось И тем не менее Она пришла в ваш дом При ней была найдена фотография журнала С изображением вас и Анатолия Павловича Ну да, я что-то такое припоминаю По-моему, она сказала, что знала моего мужа Но я не передала этому значения Но в конце концов, я же не обязана запоминать весь бред сумасшедшей Ольга Семеновна, вы же понимаете, что я задаю вопросы не из любопытства Ну в конце концов, скажите мне, как ее зовут и может быть я вспомню Личность ее не была установлена При ней не было документов Игорь? Капку, привет! Привет! Как она? По сравнению со сбитой бомжихой Просто отлично Ольга Опа! Опа! А ты чего за нее так волнуешься-то? Чувство ответственности, я ведь ей сбежать помогала Да ладно! Слушай, а ты мне нравишься все больше и больше То есть в трудоминуту я могу на тебя рассчитывать Ну, у нас с тобой разные представления о том, что такое трудоминута Добрый день, прошу прощения за опознание Здрасте Владимир Анатольевич, я в сборе, мы готовы начать Я не могу дозвониться до своей стенки Светланы У нее важная информация, без которой не имеет смысла проводить совещание Ничего страшного, давайте отменим Господа, вы не против? Мне кажется, ничего срочного Нет, подождите Может быть, она оставила документы на своем рабочем месте? Я сейчас Никто не расходится, все ждут Вот что происходит Не понимаю, Борис Васильевич Светлана куда-то исчезла, она не отвечает на звонки со вчерашнего вечера, может что-то случилось? Да, это странно Может быть, послать мне к кому-нибудь из охраны? Извините, Владимир Анатольевич, вот это заявление от Светланы Витальевны Подпишите? Заявление об уходе, что значит по семейным обстоятельствам? Ну, по семейным обстоятельствам, это понимай, как хочешь А еще она прислала письмо с объяснениями, я скинула вам на почту Это безобразие Что она себе позволяет? Володя, извини, я не ожидал от Светланы такого фортеля А вы, Светланы, отменить священие, мне нужно отлучиться на некоторое время Я еду один Владимир Анатольевич Один, я сказал Дуй ветер, дуй, пока не лопнут щеки Лей дождь, как из ведра, и затопи верхушки флюгеров и колоколин Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль, деревья расщепляющие Жгите мою седую голову Я не буду вам это читать Это что еще за пункт? Почему вы выбрали именно эту книгу? Шекспир нравится Но у него же здесь куча комедий Почему вы выбрали именно короля Лира? Похоже, ты сама знаешь ответ на свой вопрос Вы, вы образили себя этим желчным старикашкой Вместо того, чтобы вспоминать что-то хорошее У вас же в жизни было что-то хорошее Вы упиваете собственными страданиями, ковыряете свои болячки А в ненависти уходить нельзя Я вам это читать не буду Ну, знаешь ли, я это заслужил, и ничего тут не поделаешь уже Все в жизни о чем-то жалеют Нельзя прожить ее и не накосячить Правильно И всякий человек Рано или поздно Пытается подвести итог своей жизни Так вот, мне нечем себя утешить Я ни себе, ни людям Ничего такого предъявить не могу Чем можно было бы гордиться Мой прямой наследник Владимир Никчемный слабак Игорь Самовлюбленный балбес И прожигатель жизни А моя любимая дочь Жестокая, своенравная, скверно воспитанная особа И все они абсолютно убеждены в том Что мир им еще и задолжал О каких таких хороших мыслях ты мне говоришь? Я не знаю Но все равно это все неправильно А даже если сейчас вместо короля Лира Ты начнешь мне читать сборник анекдотов Мысли мои от этого не изменятся Читай давай Я вам это читать не буду Потому что мы оба знаем Чем там все закончилось Его дети переубивали друг друга Что неудивительно Потому что он их проклял Мама Я ее привез Миссия выбрана Ты лучше посмотри Что эта засранка сделала Ух ты, мама дорогая Погоди, ты что Фотки со вчерашней вечеринки? Да Одни заголовки чего стоят Смотри Наследница миллионера Уже празднует Папа не против Он в коме Ну откуда в ней стойкой цинизму? Ну почему? Блин, ну Ты посиди мои чувства Она все-таки моя сестра Ну хватит паясничать Лучше скажи, что делать Я думаю, тебе нужно сосредоточиться На детях, которые удались Это каким образом? Я не хотел тебя заморачивать Ну раз ты сама спросила В общем, у меня небольшие проблемы И мне нужны деньги Что? Опять? Я понимаю, что момент не самый подходящий Но я реально в полной заднице Это как обычно Нет, мам На этот раз все серьезно Я бы не стал просить у тебя помощи В такой ситуации Если были бы у меня варианты Короче Я должен куча бабла Очень плохим людям Они правда опасны, мама Да? О чем ты раньше думал? Ну а что мне оставалось делать? Я предупреждал отца Что я все равно найду деньги Да? Только сейчас не будем говорить Что отец виноват во всех твоих проблемах Ну что ты Об отце либо хорошо, либо ничего Будем считать Что у тебя просто нервный срыв Мама! Но я хочу, чтобы ты знала Что бы ни случилось, я тебя Люблю Пошел вон Какой 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Прости. Я не должна была так уходить. Как? Труслива и глупо. Я понимаю, что подвела тебя. Но я уверена, что ты быстро найдёшь мне замену. Может, пустишь? Зачем? Тебе не кажется, что нам стоит поговорить? Я уже всё решила, нам не о чём разговаривать. Ну, тогда тебе нечего бояться. Проходи. Объяснишь, что происходит? Ты что, не видишь, что нам нужно остановиться? Ты думаешь, мне легко было принять это решение? Но дальше будет ещё сложней. А почему ты решила за нас двоих? Потому что я вижу то, чего не видишь ты. Твоя семья имеет слишком большое значение для тебя. Когда-нибудь ты поймёшь, что совершил ошибку. Начнёшь жалеть, винить во всём меня. Да, моя семья, моя семья, моя семья, это большая часть моей жизни, но поверь мне, не лучшая её часть. Она тяготит меня, она меня ломает, я, я дышать свободно не могу, ты понимаешь? Ты нужна мне, Света, ты мне нужна. Володя, я за тебя переживаю. Ты очень мягкий, тебя замучает совесть. Да к чёрту совесть, всё к чёрту, ты понимаешь, что я не могу без тебя? Ну не могу я без тебя. Ну что бы я сделал, чтобы ты поверил мне? Просто мути. Я буду, я буду. Не отступай, если что ты решил. Я тебя обещаю. Я уже попробовала, а мне ничего не вышло. Ты чего ты с ума не сошёл? Я никогда не заставлю тебя выбирать. Я не хочу никогда услышать от тебя, что тебе нечем дышать. Ты чего ты с ума не сошёл? 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 Всем привет! С вами Виктория Лайв. И сегодня мне придется громко кричать, потому что мы идем в клуб. Вы даже не представляете, сколько усилий мне пришлось предложить, чтобы оказаться на этой крутейшей тусе. Кстати, я сейчас снимаю на чужой телефон, но я обещала, что мы прорвемся. И вот мы здесь! Сегодня очень круто! Из Лондона приехал офигительный диджей. Но сначала я вас кое с кем познакомлю. Это надо делать прям срочно, потому что скоро эти люди будут не способны фиксировать взгляд на камере. Ой, кто я? Я их не знаю. У-ху! Клево! Раз, дядя, два, дядя. Раз, дядя, два, два, дядя. Не стой, подожди. Я не уйду без форажей. Ну и кто из них, Саша? Ладно. Ну, извини. 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 Так просто. А что не так? То есть ты прав-то не понимаешь? Ну, слушай, только хорошее себя правильное строить, а то меня стошнит. Ну, так это же хорошо! Давай, прямо сейчас, здесь, давай! А я на телефон сниму. Тебе же нужно, наверное, новое видео в твой блог. Трусы ты вчера свои уже показала на барной стойке. Нельзя останавливаться на достигнутом. Только не надо меня воспитывать, ладно? Я не собиралась тебя воспитывать. Что выросла, то выросла. Могу только посочувствовать твоим родителям. Родителям их не трогай, поняла? А что за дело? Тебе же на них плевать. Да что ты говоришь? Что, видишь, то я говорю. Значит, ты слепая. Значит, слепая. Ой. Маленькая девочка заплакала. Где-то я это уже видела. А, точно. Вчера, когда ты меня как идиотка разводила. Ты даже не представляешь, как мне страшно. За бабку. Мне тоже было страшно. Мне было пять лет, когда он умер. Мне сердись на меня, ладно? Ладно. Просто не понимаю, почему. Не понимаю, почему так случилось. Все же было хорошо. Я думала, что мне будет легче, если я буду делать вид, что все как обычно. Буду веселиться, напьюсь. И будет не так тоскливо. Ну, ладно. Все-все-все-все. Ну, прости меня. За что? Я правда думала, что тебе все равно. Ну, все-все. Володя. Володя. А значит, у тебя. Это справедливо. Ты предлагаешь их отобрать? Нет. Я уверена, что ты сможешь договориться. А потом, это отличный старт для сольной карьеры в бизнесе. Сможешь договориться со своими родными. Любая сделка тебе по плечу. Не подглядывай. Мне бы хотелось быть такой, как отец. Только я не знаю, бывают ли женщины такими сильными. Даже у сильных людей бывают свои страхи и слабости, Вика. Знаешь, мне кажется, он боялся в жизни только одного – это потерять контроль над ситуацией. И именно это с ним и произошло. Думаешь, ему проще умереть, чем быть беспомощным? Однозначно. Если у него был бы выбор, он не жил бы в таком состоянии ни минуты. Да, наверное, ты права. И ты откуда знаешь? Ну, мне кажется, именно этим ты с ним похожа. Боишься быть уязвимой? Ты слишком много про меня знаешь. Придется тебе быть моей подругой. Хотя нет, подруга – плохое слово. Ты мой друг. Поняла? Угу. Поняла. Б Nerd! Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ты митингий! Я пойду И это т.к. Ты и пляс бかな. Я ниску хлопчик – подруга – Вадик, это был последний шанс Сколько ты у матери денег просил? Да я даже сумму не успел озвучить, как был торжественно послан Это катастрофа Не, ну а что? Эфир-то уже проплатил Студийная запись готова А клей, Вадик Нахрена нам в эфире Студия, если клипа не будет? Ну что, ты ведь успели отснять Не получится смонтировать? Там только один вокал и то крупняки Вадик, меня должны убить Не понял Вадик, ты иди На меня нужно устроить покушение, чтобы мать поверила, что от этих денег зависит моя жизнь И она тут же раскошелится Понял А кто на тебя должен покуситься? Ты Не понял Владя, пришло твое время Ты можешь внести свою... Эту... Эм... Кого? Лепту А, в общее дело Ты Нику любишь? Люблю Ну вот и докажи Врать у нее Спаси проект Убей продюсера По наружку Понял? Понял Повторим? Да, мам, не волнуйся, это я перевела тебе деньги на карту Можешь тратить? Да, долг отдали Мамуль, ну да, мне есть кое-какие новости, но не хочу сейчас тебя грузить Мам, да все у меня хорошо, ну правда Не переживай, отдыхай Я тебя люблю Давай, сейчас очень неудобно разговаривать, попозже созвонимся Давай, целую тебя Пока Пока ПОДПИШИСЬ Вы кто? Добрый вечер У кого как? Я вот, например, похвастаться не могу На моей кухне хозяйничает посторонний человек Извините, я просто кашу хотела сварить А вы простите, кто будете? Я Катя, сиделка у Анатоли Павловича Шубина Очень приятно Я Геннадий, повар Шубиных Вы варите кашу А я пойду Анатолию Павловичу клизму сделаю Извините, я просто очень сильно хотела есть Что? Настасья Петровна вас не кормит? Или может быть, еда не нравится? Нет, нет, что вы Нравится Очень нравится Просто мне сейчас это нельзя У меня язва обострилась Мне хорошо Каши всякие Пюре овощные А еще Свежевыжатые соки И желательно большими порциями Почему? Жаров не предупредил Я вас очень прошу Вы ему только ничего не говорите Я скрыла Очень хотела получать эту работу Катя Я вас очень хорошо понимаю По поводу работы И не хотел бы терять свою Виктор Иванович Тут у нас на кухне Сиделка кашу варит И какой-то особый рацион подавает Хорошо Понял Овощное пюре На куреном бульоне Вам подойдет? Да брысь отсюда Ненавижу, когда во время работы Над душой стоят Мурацкий план Нормальный план Но другое время нет Вадя Ты самое главное Соберись Знаешь, где тормозной шланг находится? Ну, знаю Отлично Тогда вперед Сейчас Во Идешь Идешь Перерезаешь тормозной шланг Возвращаешься И мы дальше бухаем А потом просто Полицию вызовем Лужу под машиной Покажем И типа чудом избежали Страшной смерти Игорь, а ну ты че дела, блин? Самое главное Чтобы Корреспонденты приехали Чтобы кипиш поднялся Вадя Матери хватит Чтобы изменить Свой взгляд на ситуацию Ты правда думаешь, получится? Вадя А сейчас думать Вообще не надо Надо тупо действовать Я в тебе верю Все Я пошел Давай Туда Забыл Ну и че этим порежешь, а? Вадик Оп Оп Понял Давай Прошу Повторим Письки Повторим Повторим Тихо. За тебе колочком. Алло, Вадик! Игорь, все, фигня какая-то, ничего не получится. Вадик, не сдавайся! Игорь, тут камера. Какая, к черту, камера? Не факт, что она рабочая. Я тебя отмажу. Да ну, Альфик. Все, я пас. Вадик! Соскочил. Секунд. Ну, давай. Эй, ты что там делаешь? Ничего. Машина твоя? Да, да. Ключи покажи. То есть нет, это моего друга машина. Руки на капот. Что я сел-то? Вот и мне интересно, что ты там делаешь. Руки на капот. Что в руках? Нож? Ты что, дебил, шины режешь? Не трогал я шины, проверьте. Нож сюда брось. А можно я пойду? Стоять. Со мной пойдешь. Разбираться будем. Вперед. Вперед, вперед. Опа. Ты кто? Что? Заваляйте сюда. Ты куда? Я так и знала, что ты тут. А Вадик-то где? Да цехло твой, Вадик. Да вы хлам, господин продюсер. Никого тебя не любит. Он даже подвиг ерундовый совершить не может. Слушай, есть идеи насчет клипа. К нам на репетиционную базу приехал Юра-режиссер. У него есть отличное предложение. У меня нет денег. Да подожди ты со своими деньгами. Ты понимаешь, что он предлагает снять клип в серистике хом-видео? Ну где-то там спецэффектами разбавить. У него как раз есть крутой компьютершик, который может, ну как бы, работать на перспективу. Ну типа в долг, понимаешь? А где Вадик? Блин, ты соберись, а? Там Юра ждет, и музыканты надо все обговорить. Поехали. Никой, нет, я не могу. Мне дядя Витя запретил пьяным за руль садиться из звенья. Ничего я поведу, я поведу. Ты как раз по дороге протрезвее. А Вадика бросаешь? Пусть остается тут. Я им потом не буду. Мне там еще пьяного Вадика. Здрасте, привет, твои друзья! Господи, дай ключи свои. Дай ключи, давай. Давай, пойдем, пойдем. Пойдем быстрее. Давай, давай. Присаживайтесь. Ой. Давай, давай. Давай. Ой, господи. Пьяный. Ника, пристегнись. Что? Я Ника не слышу. Ръезольный! Редактор субтитров. Трех-произор. Трех-произор. И что, продюсер, прорвемся? Я считаю, что очень круто, что наша группа начинает именно так. Кстати, ты знаешь, что Макс снял подром и выложил это в интернет? И это набрало такое огромное количество просмотров? Ты сам подумай, это самый крутой пиар-ход для нас. Ты вообще для нас герой. Ты для своей мечты готов сделать все, что угодно. Я считаю, что это будет триумф. Кстати, Вадик тебе говорил, какую я песню новую написала? Сейчас приедем, если я покажу ее. Ника, у нас менты. Игорь, а что с тормозами-то? Врачи, там не так с тормозами. Да им нет, мать твою! Вадик, пипил! Субтитры сделал DimaTorzok Что, Воробьев, давай вызывай скорую. Лейтенант Комаров, у нас ДТП. Ну, заходи. Ну, заходи, заходи. Это что? Это сюрприз. Пойдем. Подожди, ты же хотел меня на ужин пригласить? Ну, так и есть. Сюда, что ли? Сюда. А ты не узнаешь от места? Нет. Мам, ну как? Это самое приятное мое воспоминание. В тот день мы ехали с какой-то нудной светской тусовки, а ты была без настроения, и папа просил водителя остановиться. И мы пришли сюда. Вообще-то, эта нудная светская тусовка была годовщина нашей свадьбы. Я-то помню, что это была годовщина вашей свадьбы. Я хотел, чтобы ты вспомнил. Ну, я вспомнила. Мы пришли сюда и, по-моему, заказали пиццу, да? Да, мы ели пиццу. Папа рассказал какие-то смешные истории. Мы с Горьимой смеялись. А потом в какой-то момент Вика с Игорем на все кафе закричали горько, и вы стали целоваться. Нет, мы не целовались здесь. Да, целовались. Нет, я тебе говорю, мы не целовались. Целовались. Ну, не целовались. Вам, ну, в засос. Это что, это что? Мы вообще при вас никогда в засос. Послушай, ты просто не помнишь. Вы целовались в засос, а потом ты сказала, что будем приезжать сюда каждый год. Это было все. Да. Я так сказала, да. Мы сюда больше никогда не приезжали. Так, а я вам пюре овощное принесла. Очень вкусное, я попробовала. Я же сказал, что есть не буду. А я подумала, вы передумали. Я не передумал. Ну, Анатолий Павлович, вам что, именно овощное не нравится? Ну, скажите, какое у вас любимое блюдо? Кать, что происходит? Ты что, решила меня спасать? Я просто наконец-то поняла, почему вы отказываетесь от еды. Вам не нравится, что вас кормят, как младенца, и вы решили умереть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте. А давай, как в прошлый раз, а? Это я хочу сказать, что ты помнишь, как в прошлый раз? Ну, конечно. И не так часто ем пиццу. Значит так, пепперони, большую. И 0,5 нефильтровного темного. А что будет пить ваша девушка? Что будет пить моя девушка? А девушка будет пить и есть то же самое? Спасибо. Хорошо. Хотел сделать тебе приятно. Чтоб ты как-то расслабилась, сменила обстановку. Спасибо. И знаешь что, мам? Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И нужно хоть иногда вспоминать какие-то приятные моменты. Спасибо большое. Это, Бога, это очень трогательно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. От еды вы начали отказываться, когда перестали держать ложку. Вы ненавидите свою беспомощность и просто решили спокойно умереть от голода. Допустим. Это мой выбор. И у тебя никаких прав нет для того, чтобы мне запрещать это дело. Понял? Понял? Ну, вы же себя убиваете. Неправда. Это моя болезнь убивает меня. Вот тут уже ничего поделать нельзя. Чем быстрее все закончится, тем будет легче для всех. Зря вы так думаете. Катя. Я ценю твою заботу обо мне. По-моему, ты слишком много берешь на себя. Угумонись. Вы еще скажите, что это не входит в мои обязанности. Это не входит в твои обязанности. А это не ко мне претензии, а к Виктору Ивановичу. Он знал, что я училка, а не медработник. Про вас я ничего не сказала. Так что давайте. Где ты раздобыл эту паланту? Гены сварил. Пришлось язвенице прикинуться. Так что давайте. Без вопросов. Ой, какая самоотверженная девушка. Вы смотрите, а? А еще очень упрямая и терпеливая. Ну это вообще как угроза звучит уже. О, а Рома лампа приехала. С вчерашнего вечера я жду. Ну хотя вам-то в принципе какая разница? Вам еще не до меня. А у нас там столько событий. Что случилось? А вам что, интересно стало? Вы же помирать собрались. Ну вот и ты с этим согласилась. Предлагаю договор. Одна ложка пюре, а с меня одна новость. Согласен. Договор? Нет, согласен с тем, что никакие новости мне уже не нужны. Предложение твое отвергается. Иди лучше за своей лампой. Уже лучше. Подожди, ты что будешь руками что-нибудь есть? Ну конечно руками, так вкуснее. Давай. Давай. Да, вкуснее. Угу. Давай. Давай. И... Кстати, мам, хотел с тобой поговорить. А что если нам взять и объединить все наши акции, как было раньше? До того, как папа все разделил. Ну как раньше уже не получится, потому что до того, как папа все разделил, он управлял всем сам. Ну а теперь буду управлять я. В одиночку? Мам, я в любом случае буду управлять компанией в одиночку. Я себе даже представить не могу в составе совета директоров Игоря или Вику. Ну ты себе представить не можешь, а папа хотел, чтобы вы принимали решение сообща. Мам, ну это же утопия. Ну тем не менее, да, хотел папа? Ну сейчас папе все равно, мам. Послушай, ты мне всегда говорила, что ты в меня веришь. А теперь получается, что это просто слова, что ли? Я верю в тебя, но... Что но, мам? Что но? Я так долго ждал этого шанса, и теперь, когда он появился, ты мне говоришь но. Ты, пожалуйста, не ори, Вова, и успокойся. У меня такое ощущение, что ты прям ждешь, что по номеру. Вот только не надо сейчас делать вид, что тебя пугает смерть отца. И не забывай, пожалуйста, что он однажды поступил так, как будто хотел моей смерти. Сколько ты можешь вспоминать ему это? У него другого выхода не было. Сколько можно тебе это повторять? Конечно, у него не было другого выхода. Мама, я все прекрасно понимаю. Первенец – прекрасная жертва. Интересно, вот если б я умер, как бы он жил после этого? Ну слушай, а вот этот вот ресторан, вот эта вся ностальгия, вот эта вся мишура, это что, подготовка для этого разговора, что ли? Так, все, не хочу слушать. Мам. Все, я ухожу. Мам, ну я прошу тебя. Мам, спасибо, прекрасно. Игорь Шубин разъезжал по пешеходной воде. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Это же Игорь. Мам, подожди, мы еще ничего не знаем. Поехали. Вот, примите. Это что? Это очень хорошее, успокоительное. Нет, спасибо. Я врач, и мне виднее, нужно вам это или нет. Вы не за рулем? Нет, водитель. Готово, да? Замечательно, давайте сюда. Все, спасибо. Ну вот, что я и говорил. Все обошлось, Ольга Семеновна. У вашего сына легкое сотрясение головного мозга. Это не опасно. Спасибо, доктор. Да, собственно, не за что. Ему повезло, что за рулем был не он. Весь удар на себя приняла эта девушка. Ну, что с ней? А вот с ней все гораздо сложнее. Вы не знакомы с ее родителями? Они сейчас приедут. Нет, мы не знакомы. Очень жаль. Они нуждаются в дружеской поддержке. Она сейчас в коме, и если она выкарабкается, это будет настоящее чудо. Чем мы можем помочь? Ну, пока сложно сказать. Если хотите, я вас буду держать в курсе. Да. Спасибо. Экспертиза крови девушки еще не готова. Но медики утверждают, что она была трезва. Как трезвый человек мог въехать в опору моста? Лопнул тормозной шланг. Да, скорость была большая, она не справилась с управлением. Шланг лопнул? Что за ерунда? Первичный осмотр показал, что шланг был надрезан. Допрыгался, придурок. И кто такой борзый оказался? С этим сейчас разбираются. К вам приедет полиция, дождитесь их. Они зададут Игорю пару вопросов. Как ты? Зашибись. Жаров звонил. Сказал, что твою аварию подстроили. Ты должен дать показания. А можно мне сегодня? Ты идиот! Чем быстрее ты дашь показания, тем быстрее они все выяснят. А я не помню ничего. Игорь, как же ты нас испугал. Мам, прости меня, пожалуйста. Я прощаю, я прощаю. Как это произошло? Что случилось? Маме хочу домой. Все, мы идем домой. Что у тебя болит? Ничего. Где болит? Нет, скажи мне, где болит. Все хорошо. Что болит? Это что? Могила? Угу. Это моя первая и пока последняя потеря. Я всегда сидела здесь и думала, кто следующий. Теперь знаю. А Каришка это кто? Собака наша. Она беспородная была, но очень умная. Отец всегда говорил, что она самый счастливый человек в нашей семье. Ого. 18 лет прожила. Угу. Неплохо для собаки. А Каришка почему? Коричневая была? Нет. Скорее рыжая. Я тебе ее потом и фотографию покажу. У нас же целый семейный архив. Так что там она по-любому есть. Каришка-воришка. Уперла ковришку, под костик зарыла, листочком прикрыла. Ты откуда этот стишок знаешь? Не знаю. Как-то само в памяти всплыло. Может, в книжке в какой отецкой была? Вот и верь после этого взрослому. А я всегда думала, что мой отец поэт. Ты к чему? Да я с детства эту дразнилку знаю. Только я всегда думала, что он ее сам сочинил. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне вновь. Дай мне, чтобы все на миг связати. Дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Развит ударит по лицу, я не боюсь. Мы с ним сегодня заодно договорюсь. Ты утопил наш миг и поднялась стена. На ней мы раньше рисовали свои имена. Мы два героя черно-белых кинокартин. По-прежнему одна, по-прежнему один. Время уходит в сон. Война между двух сторон. Последний шаг, чтобы сердца забились в унисон. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия.